Уважаемая Светлана Викторовна, Вы сказали, что это вынужденная мера. Подчеркните, пожалуйста, что это за вынужденная мера, когда более 14 триллионов у нас в Фонде национального благосостояния и профицит бюджета за последние 4 года более 10 триллионов. Дальше, Вы тут ссылаетесь на заключение счетной палаты, что, мол, мало времени прошло. Сколько должно пройти времени, по Вашему мнению, чтобы оценить констративические последствия этого? Дальше, Вы сказали, что повышение пенсионного возраста было направлено на то, чтобы повысить пенсии выше уровня инфляции. Ну, так сообщите нам цифры, насколько выше инфляции выросли пенсии. Ну и дальше, какие еще новые меры нужны? Вы не знаете, как сделать так, чтобы пенсии были справедливыми? Вы задали вопрос, я, конечно, в заключительном слове это скажу, но, может быть, у Вас какие-то мысли по этому поводу тоже есть? Уважаемый Валерий Карлович, на мой взгляд, изменение демографической ситуации зависит в совокупности от мер, которые предпринимаются сегодня и нами в Государственной Думе, правительством Российской Федерации, прежде всего президентом. Вы знаете, что введен материнский семейный капитал, и это, в свою очередь, повлияло на изменение деторождения в Российской Федерации. К сожалению, у нас очень серьезно остановил в этом вопросе в его развитии COVID-19. Но будем надеяться, что, когда пандемия пройдет, мы сможем вернуться на путь именно исправления демографической ситуации. Насколько вам известно и мне известно, президент об этом всегда говорит, это основной вопрос, который беспокоит сегодня все, без исключения органы власти, прежде всего государственные власти Российской Федерации. Что сделать еще в этом направлении? Точно так же развивать, помогать деторождению, развивать все меры, которые способствуют увеличению продолжительности жизни россиян. Вы сегодня затронули в своем вступительном слове, как раз информацию дали о том, что вот мы сокращаем, сокращается количество месяцев ожидаемой выплаты пенсии, накопительной ее части. Но ведь мы понимаем, почему количество месяцев сокращается именно в этом году. И можно, конечно, методика, правда, правительства не предусматривает снижение этого периода. Но мы можем обратиться к правительству, пересмотреть эту методику. Но что мы будем делать, когда пандемия пройдет и ожидаемый период опять вырастет? Что же касается именно тех огромных ресурсов, о которых вы указываете, но мы же помним с вами, что в период пандемии из Фонда национального благосостояния были оказаны меры государственной поддержки как бизнесу, так и гражданам Российской Федерации, пенсионерам в единовременных выплатах, семьям с детьми. И Фонд национального благосостояния уверенно выполняет сегодня ту функцию, для которой он и был создан. Но и все-таки Фонда национального благосостояния, насколько его хватит? Максимум на три года. А дальше что мы будем? Каким образом мы будем выполнять те обещания, которые даны нашим пенсионерам? Вы знаете, Валерий Карлович, я тоже вам могу сказать, что моя бабушка в свое время сказала, что в 90-х годах, ты знаешь, каждый день повышают пенсию, только ничего не платят. Алехин Андрей Анатольевич. У меня вопрос к докладчикам Олегу Николаевичу и Валерию Карловичу. Не считаете ли вы, что только из-за пандемии нужно отменить пенсионную реформу? Категория предпенсионеров 55+, 60+, наиболее уязвима коронавирусу. Именно эти граждане чаще заболевают и, к сожалению, уходят из жизни. Из-за того, что они вынуждены продолжать работать, они инфицируются на рабочих местах и общественном транспорте. Спасибо. Нет, ну, кому вопрос, тем я и предоставлю слово. Двум, да, и Олегу Николаевичу. Олег Николаевич, вам полторы минуты, Валерий Карлович, вам полторы минуты, у нас на ответ на вопрос три минуты. Пожалуйста. Я думаю, что ответ во многом содержится в вопросе. Просто хочу напомнить, коллеги, согласно указу президента номер 204, мы должны были в 24-м уже жить 78 лет, а в 30-м – 80. Теперь 78 только в 30-м. При этом ожидаемая продолжительность жизни снизилась с 73 до 71 года. И действительно, все ограничения и все какие-то льготы устанавливаются для 65+. Если бы не повышали пенсионный возраст, было бы для 60+. Это значит, что мы потеряли бы меньше граждан, безусловно, если бы не повышали пенсионный возраст. Кстати, увы, среди стран мира мы находимся в лидирующей группе по количеству смертей от ковида и в связи с ковидом. Это печальный факт. Пожалуйста, Валерий Карлович Гартунг. Ну, действительно, столько людей умерло от ковида, что только одно это, скажем так, является серьезным основанием для возврата прежнего пенсионного возраста. Потому что количество людей, которые не получат пенсию, на которую они рассчитывали, которая заложена в бюджете, но, мне кажется, сопоставимо вообще с общим объемом пенсионеров, которые сегодня выходят на пенсию. Поэтому я не вижу, ну, это первое основание, а второе, вообще не вижу никаких экономических оснований для того, чтобы вообще нужно было поднимать пенсионный возраст. Нам тут говорят, это вынужденная мера, но если это вынужденная мера, зачем мы офшоры внутренние открываем? Зачем мы отрицательные акцизы нефтяникам даем по 600 миллиардов? Зачем мы открываем коррупционные дыры, где у нас по 6 триллионов рублей воруются в год? Не понимаю тогда. Вы понимаете, что происходит? То есть вы, поднимая пенсионный возраст, у предпенсионеров забираете триллионы рублей и перекачиваете их в госкомпании, которые потом через госзакупки, минуя конкурентные процедуры, просто разворовывают эти деньги. Офшорным компаниям отдаете деньги, отдаете нефтяным компаниям, которые не бедствуют. Вот что происходит сегодня. То есть повышение пенсионного возраста и перекачивание денег от миллионов граждан в карманы узкой группы людей. И статистика роста доходов узкой группы людей, падения общего доходов всех остальных граждан, это подтверждает. Спасибо. Астанин Нина Александровна. Спасибо. Вопрос Светлане Викторовне. Уважаемый Светлана Викторовна, вообще вызывает удивление позиция российского депутата, для которого главный авторитет все-таки не избиратель, а американская компания «Стареющий мир». Ну, вчера Дмитрий Певцов сказал, что электорат доволен и счастлив, индексация. Вообще 110 миллионов избирателей, с которыми мы встречаемся, они считают, что Дума седьмого созыва совершила преступление, приняв закон о вовлечении пенсионного возраста. Но, когда принимался этот закон, авторы обещали о том, что будет проведены дополнительные научные обоснования реальности возраста от трудоспособности. То есть в 1932 году, в 1956 году, когда принимался этот закон, действительно были приведены научные данные, физиологические данные. Приведены за три года эти данные, поступили в ваш комитет или нет, чем вы апеллируете, и нет ли с вашей точки зрения необходимости все-таки вернуться к тому, чтобы подтвердить правильность принятия этого? Тандровна, я бы просила вас не передергивать, во-первых, как российский депутат, любящий свою страну, я оперировала данными иностранной компании, только чтобы убедить вас, которые привыкли спорить со всем, в том, что эти данные не подтасованы ни одним органом Российской Федерации. Вы привыкли доверять в этих данных всегда иностранным компаниям, я их вам дала. Что же касается взывания к эмоциям наших избирателей, это выигрышная позиция, но она не опирается, к сожалению, на статистику. Весь мир вынужденно повышает пенсионный возраст. Почему? Потому что весь мир стареет. Хорошо это или плохо, так случается. Мы развиваем медицину. Да, если бы не COVID-19, весь мир продолжает стареть. И со временем, так уж сложилось, к 2040 году мир станет значительно старшим. И нужно будет решать, за счет каких отчислений выделять пенсионерам средства. Я бы, конечно, могла сказать, что много ошибок совершила и коммунистическая партия Советского Союза. Но я не буду это повторять. Я хотела бы сказать просто, что не нужно апеллировать к моим чувствам патриотизма. Я достаточно хорошо изучила эту ситуацию вместе с экспертным сообществом. И могу сказать, мы тоже проходили избирательную кампанию. Нам было нелегко встречаться с избирателями. Особенно на фоне призывов, давайте вернем пенсионный возраст, который, конечно, эмоционально люди воспринимают правильнее. Но когда мы рассказывали о той ситуации, о 1,7, 15 миллионов почти работающих в теневой занятости, и когда каждый посчитал свою зарплату и то, сколько он начисляет на пенсию и сколько пенсии сегодня составляет, понимаете, все умеют умножать хотя бы до 4. И все прекрасно понимают, что это вынужденная мера. Спасибо за внимание. Спасибо. Коллеги, я призываю немножко поменьше эмоций и побольше аргументов и конкретных вопросов. Пожалуйста, Нилов Олег Анатольевич. Светлана Викторовна, ну, вы опираетесь действительно на мнение правительства отрицательное, мнение регионов отрицательное. На мировой опыт вы ссылаетесь, да, но во время выборной кампании мы же все проходили через это. И говорили, мнение избирателей превыше всего, или у вас другие были избиратели. Так вот, мои избиратели, 90%, не просто предлагали, просили, требовали принять это решение, отменить ошибочное решение. У вас что, другие избиратели? И говоря о мировом опыте, да, приведите, пожалуйста, статистику, на каком месте сегодня Россия по средней пенсии находится, да. И почему тогда, вот, вы не используете мировой опыт, а используете е-баллы, да, какие-то, где, значит, не Бали и не Крым не светит нашим пенсионерам. Вопрос, на каком месте России по пенсионному обеспечению? На достаточно низком, вам это хорошо известно. Но если брать в расчете вообще по жизнеобеспечению, то давайте сравнивать все-таки и коммунальные расходы, и все вместе. Тогда предстоит просто более глубокий анализ статистический. Я думаю, что нам предстоит большая работа в этом направлении для того, чтобы что-то изменить. Но если мы с вами изменим пенсию, если мы изменим с вами пенсионный возраст на бумаге, и на бумаге увеличим стоимость пенсионных коэффициентов, то вряд ли это изменит что-то в реальности. Я тоже хотела бы вам напомнить о том, что избиратели уже устали от пустых обещаний, и они более реалистично уже смотрят на мир, и в том числе на пенсию. И многие понимают эту ситуацию. Да, это трудное решение было. Это был очень сложный и порой для многих из нас даже страшный выбор. Но этот выбор позволил сегодня увеличивать пенсию неработающим пенсионерам, страховую пенсию по старости, в среднем на 1 тысячу рублей в год. 12 тысяч дополнительный доход получили наши неработающие пенсионеры. Этот подход позволяет честно и открыто говорить о том, на основе чего он сделан. Спасибо. Спасибо. Коллеги, у нас осталось 4 вопроса. Если вы не возражаете, я прошу подготовиться к фракциям, к тому, что у нас будет по одному выступление от фракции. Нет возражений? Договорились. Делягин, Михаил Геннадьевич, пожалуйста. Уважаемая Светлана Викторовна, я хотел бы спросить о предпенсионерах, то есть людях, у которых 5 лет жизни и 900 тысяч рублей были украдены в наиболее циничной форме. Многие из них часто уже не могут работать в силу физического износа организма и оказываются в ситуации, как в лагерях уничтожения. А те, кто может работать, очень часто не берут на работу, потому что их нельзя уволить законным образом. То есть они оказываются в ситуации, когда они должны умереть с голоду, лишенные средств существования. Как будто они заботятся о своем здоровье и не хотят ставить на себе медицинских опытов. И это реально одна из причин вымирания России, падения длительности жизни и кредитной кабалы. Скажите, пожалуйста, люди, которые уже на протяжении всех этих лет никак не заботятся, инициаторы этой реформы, сторонники реформы, не заботятся о выживании предпенсионеров, они действительно хотят, считают свою приоритетную задачу умерщвления и ограбления граждан Российской Федерации или какие-то есть другие мотивы в их поведении? Спасибо. Уважаемый Михаил Геннадьевич, если опустить все эмоции, то я хотела бы вам напомнить о том, что закон 350 ФЗ ввел ряд преференций для лиц предпенсионного возраста. Не только этот закон, и трудовым правом введены соответствующие преференции. Фонд социального страхования предоставляет, кстати, отвечая на неадресованный мне вопрос по 65-летним плюс, Хотела бы напомнить, что Фонд социального страхования выплачивал пособия по нетрудоспособности лицам 65-летнего плюс возраста в течение всего этого периода в размере средней заработной платы. И могу сказать, что большинство граждан, достигших этого возраста в аппарате Госдумы, делали свой выбор на основании этого. Могу сказать, что в регионах многие находятся действительно на самоизоляции и получают это пособие по нетрудоспособности. Повторюсь, в размере средней заработной платы, которая выделяется из федерального бюджета, из того самого Фонда национального благосостояния, кстати, коллеги. Поэтому, Михаил Геннадьевич, безусловно, сложно было трудоустроиться и до пенсионной реформы, так называемой, в народе. Сложно трудоустроиться и сегодня. Сложно трудоустроиться молодежи, впервые ищущие работу. Сложно трудоустроиться женщине фертильного возраста. Очень сложно всегда было трудоустроиться лицам предпенсионного возраста. Независимо от того, сколько тебе лет. 55 тебе лет ты женщина, или когда было 50 лет перед 55-летним выходом на пенсию. Это всегда было сложно. И нам нужно развивать программу занятости населения, что сегодня и делает Единая Россия. Спасибо за внимание. Куринный Алексей Владимирович. Уважаемый Сергей Викторович, вы можете назвать цифры опережающего роста пенсии в сравнении с инфляцией? Вам этот вопрос задавали, но вы все-таки на него не ответили. Вот за прошедшие, скажем так, наиболее эффективные с точки зрения пенсионной реформы годы, потому что дальше этого эффекта не будет. Он заканчивается с экономической точки зрения. И второй вопрос. Вот те технические претензии, которые вы предвели к законопроектам, они устроены ему ко второму чтению или нет? Ну, наверное, самое главное, что авторами ни одного из законов проектов не предусмотрена процедура по предложению статей расходов именно в соответствии с 83-й статьей Бюджетного кодекса Российской Федерации. У авторов достаточно сложное представление о фонде пенсионного обеспечения. Я тут слышала, что это примерно 3 триллиона рублей, чему была достаточно удивлена. Я повторюсь, это не буду показывать пальцем, но, коллеги, вы сами можете проанализировать, сколько стоит пенсионный фонд, его годовой бюджет и что такое 3 триллиона рублей. Я бы хотела также сказать, что президентам уже дано соответствующее поручение. Вы, наверное, слышали, оно повторено еще раз правительству Российской Федерации с тем, чтобы обеспечить пенсионерам доходами, с тем, чтобы реальные доходы этой категории граждан не упали по сравнению с реальным ростом, не прогнозным, как мы приняли, а реальным ростом инфляции. Такие меры уже будут приняты по материнскому семейному капиталу с 1 февраля. Думаю, что они готовятся к правительству по другим вопросам. Спасибо. Дмитриева, Оксана Генриховна. Спасибо. Уважаемая Светлана Викторовна, на старт пенсионной реформы, повышение пенсионного возраста для нее не было никаких демографических оснований, тем более нет и сейчас. Продолжительность жизни на старте реформы была 73,3 лет. Сейчас 71 год. Продолжительность жизни 60 лет назад, в 1960 году, была 69,5 лет. Страны, на которые вы ссылали, страны ОСР, за это время увеличили продолжительность жизни на 20 лет. А у нас практически два года. Оснований демографических нет никаких. Экономических оснований. Как сократилось количество пенсионеров? Вот вы привели цифры 42 миллиона, а было 45. При этом один миллион только – это снижение количества вновь назначенных пенсий. 10 секунд. Добавьте, Оксана Генриховна, вопрос, пожалуйста. Все остальное – это убыль пенсионеров от ковида. Поэтому где основания вы видите для пенсионной реформы и почему это было вообще объективно обусловлено? Уважаемая Оксана Генриховна, скажу как экономист экономисту, наверное, все-таки нужно рассматривать эти вопросы в совокупности всех показателей, в том числе демографических, экономических. Вы говорите только о возрасте выхода на пенсию, о возрасте жизни россиян. Но давайте вспомним, что в 69-м году, в 70-х годах в СССР было гораздо больше трудоспособного населения, гораздо меньше пенсионеров. Кстати, только в 64-м, по-моему, году, поправьте меня, если я не права, коммунистическая партия Советского Союза, наконец, назначила пенсионерам сельской местности пенсии вообще. В каком-то еще году, не помню тоже, поправьте меня, вы хорошо знаете историю, вообще были отменены трудодни и, наконец, начали выплачивать, дали людям паспорта и так далее. Вот часто приводите только возраст жизни россиян. А что же касается именно соотношения трудоспособного населения и пенсионеров, эти показатели, на мой взгляд, очень существенные и в расчет не берутся. Если же вы хотите получить более полное основание, почему пенсионная реформа была просто все-таки принята, вы можете поднять документы седьмого созыва. Достаточно широко обсуждался этот вопрос. Предложенная правительством, подтвержденная счетной палатой, концепция нашла свое подтверждение. Поверите, вначале мы все, и это был нелегкий выбор, мы и сегодня все не очень рады этому выбору, совсем не рады. Но другого выхода не было. Спасибо. Матвеев Михаил Николаевич. У меня к Гардангу вопрос. Уважаемый Валерий Карлович, вы очень убедительно здесь рассказали о том, что никаких доводов по принятию закона о повышении пенсионного возраста не было разумных. Мы видим, как рухнул рейтинг Единой России после принятия этого закона. Мы слышим здесь абсолютно детские какие-то статистические примеры из Советского Союза, хотя мы знаем, что после Великой Отечественной войны... Вы вопрос задавайте, детские, взрослые. Вопрос задавайте, пожалуйста. Я задаю вопрос в рамках отведенного мне регламентом времени. У меня просьба дать возможность мне его завершить. Михаил Николаевич, но тем не менее не нужно. Я же просил убрать немножко накал эмоций. Пожалуйста, задавайте вопрос. Вы великолепно как председатель, сущий объективно себя ведете, как председатель КПРФ. Вот предлагаю всем брать пример. Коллеги, после Великой Отечественной войны, когда было выкашено работоспособное население, огромное количество работоспособных людей, мужского населения было уничтожено, не принималось решение о повышении пенсионного возраста. Сейчас оно было принято в условиях относительной стабильности, как нам говорят. Добавьте 30 секунд, я перебивал выступающего. Двойная объективность. У меня к Валерию Карловичу вопрос. Тогда объясните, как вы думаете, зачем они это сделали? То есть никаких доводов, ни экономических, ни демографических, ни социальных, ни политических, ни электоральных, никаких. Сплошные минусы. Зачем они это сделали? Валерию Карловичу Гартунгу. Спасибо, но, наверное, лучше представитель Евгении России про это сказать, зачем они это сделали. Я постараюсь без эмоций, цифрами. Вот смотрите, за это время мы стали собирать в бюджет и не тратить по 2-3 триллиона в год. За это время в фоне национального благосостояния накопилось более 14 триллионов рублей, которые, кстати, фонд создавался для того, чтобы финансировать пенсионную систему. При этом за это же время приняли закон, по которому разрешили госкомпаниям, госкорпорациям, то есть чиновникам, перешедшим в эти компании, без конкурсов и аукционов проводить закупки на 30 триллионов рублей. Самые скромные подсчеты показывают, что уходит, я вот это слово выберу, мы знаем, на самом деле, какое больше подходит, около 6 триллионов рублей в год. Дали нефтяным компаниям по 600 миллиардов отрицательных акцизов, офшоры открыли. Вот и думайте, для чего они это делали. То есть у предпенсионеров забирали деньги и направляли их узкой группе людей. Вот я такие выводы делаю. Ну пусть они меня опровергнут. Спасибо. Коллеги, переходим к выступлениям представителей фракции. У нас 4 фракции записались на выступление.